Зачем тестировщик бизнесу? Зачем человеку термометр? Термометр не говорит нам, чем именно мы больны. Он не говорит нам, здоровы ли мы до конца, потому что может что-то не так быть и при нормальной температуре. Термометр не говорит, как именно лечиться. Тем не менее, он есть практически в каждом доме, потому что он как раз-таки говорит нам, дает нам сигнал, что что-то пошло не так. Температура повышена, значит, скорее всего, у организма есть какое-то воспаление, какое-то заболевание. Тестировщик — это тот же самый термометр на проекте, на самом деле, мне кажется. Он не скажет вам, как именно чинить баг. В большинстве случаев бывают, в принципе, довольно прошаренные тестировщики. Он не скажет вам, например, что все идеально и багов нет. Это невозможно предугадать. Но если где-то на проекте есть воспаление, если что-то идет не так, он проиндицирует об этом. И в дальнейшем вы уже принимаете решение. Проигнорировать это? Ну ладно, полежу дома один день, как бывает с температурой. Полежу дома один день, типа, и все пройдет. Или принять какие-то лекарства, принять какие-то меры. Так и тут команда принимает решение, что это сделать сейчас или подождать. Может быть, в будущем это получится. Соответственно, тестировщик — это вот такой вот индикатор, проводник информации, измеритель температуры проекта, если так можно сказать. Это человек, благодаря которому команда быстро и, главное, достоверно понимает, что именно сейчас происходит, где, и может принимать решение, что с этим делать. По-другому они не смогут выпустить продукт. Это очевидно, потому что выйти на прот после того, как его выпустили разработчики — это убийство для бизнеса. Чтобы выпускать качественный продукт. Бизнесу, может, они не нужны. Бизнесу нужен продукт. Им главное, чтобы он работал и получить из него выгоду максимальную. Но если у тебя не будет качества в этом продукте, то его и продать не нужно. Соответственно, тут уже цепочка устраивается. Если мы уберем тестировщика, останется программист и сразу релиз, да, грубо говоря. Программист написал, велосипед едет, велосипед едет там с квадратными колесами и иногда не едет. Это может уже понять тестировщик. Чтобы уменьшить затраты на этапе пост-релиза. А чтобы пользователи оставались довольными? Не нужен, не нужен. Зачем не нужен тестировщик бизнесу? Это расходы дополнительные. Это вообще, это налог. То есть в идеале надо сделать так, чтобы тестировщики не нужны были. Корпорации, бизнес платят тестировщикам зарплату за несовершенство разработчиков. Разработчик пишет несовершенный код, нужно это тестировать. В первую очередь для того, чтобы бизнес не нес огромных финансовых репутационных потерь от багов напротив. Обеспечение качества, оно в первую очередь нужно для того, чтобы конечные пользователи были удовлетворены состоянием продукта. Если до конечных пользователей будет доходить продукт, скажем так, без контроля качества, без обеспечения качества на всем процессе его разработки, то никто этот продукт не будет покупать и бизнеса просто не будет. Ну, если сократить до одного приложения, нет тестировщиков, нет бизнеса. Без тестировщика у бизнеса могут быть внезапные и очень неприятные сюрпризы. Вот это если очень коротко говорить, потому что, ну, я, будучи еще космическим блогером, здесь какая-то свежая история, запускается корабль, который Boeing Starliner. Да, и уже в полете выясняется, что там два критичных бага, которые просто не поймали. Один, получается, там один баг сорвал стыковку с МКС, второй баг нашли, когда стали разбираться, а может, мы что-то еще там пропустили, ну, просто, понимаете, когда корабль уже по орбите летает, уже как-то поздновато проверять, есть ли у вас тут баги или нет. Там должно быть, по идее, уже отлажено. Вот наглядный пример. То есть, о чем-то там даже какие-то тестировщики были, просто их часть не хватило, часть не услышали, часть им не дали, ну, часть их не научили, часть им не дали оснащение требуемого. То есть, там масса есть вариантов, именно там целая такая последовательность, ну, результат наглядный. Тестировщики нужны бизнесу для того, чтобы пройти нормальное минное поле. Потому что, можно сказать, а зачем саперы нужны? Тестировщик бизнесу нужен за тем, чтобы повысить его конкурентоспособность на рынке. Продукт, который оттестирован, проверен, и в нем меньше дефектов, намного более приятен клиенту, чем продукт от другой компании, которая от тестирования пренебрегла. Если мы хотим делать хорошие продукты, то нам нужны тестировщики. Если мы хотим делать плохие продукты, то, конечно, тестировщики нам не нужны. Есть большие проекты, с которыми каждый день сталкиваются обычные люди. Это могут быть какие-нибудь электронные госуслуги или какие-нибудь биржевые системы сложные. И вот там ошибка тестировщика «Ненайденный баг» действительно играет колоссальную роль. Я думаю, каждый раз, когда кто-нибудь пользовался приложением госуслуг и сталкивался с какой-то ошибкой, он проклинал всех на этом свете. И вот для того, чтобы мы никого не проклинали и находились заранее, нужны такие люди. Мы сохраняем ментальное здоровье людей. Шутливый ответ, чтобы пройти сертификацию ИСО. Вот. И он же правильный. Если речь идет не о собственном инженере, а о каком-нибудь промышленном производстве. Мне вот во всем случае до сих пор кажется, что это основной мотиватор в России. Но правильный ответ, хороший и честный, это в бизнесе, где процесс построен правильно, тестировщики экономят деньги, как ни странно. Но достаточно сложно построить хороший бизнес, где тестировщики реально будут экономить деньги. Хотя в принципе это реально. И в принципе все доклады здесь на конференции, они об этом. Чтобы доказать бизнесу, что то, что он делает, это работает. Нельзя от него избавиться. У вас всегда будут тестировщики. Либо это будут ваши клиенты, либо люди, которых вы нанимаете. Ну и вопрос, кого вы хотите. Если у вас это стартап, и вы готовы повертывать качеством, что у вас будут недовольны клиенты. Но вы сэкономите на тестировании. Да, хорошо, нет проблем. Если вы хотите улучшить ваши качества, и чтобы не клиенты находили ваши баги, а вы сами, то, да, нужны и тестировщики. Тестировщик нужен бизнесу, чтобы бизнес был уверен, что их программный продукт работает, по крайней мере. Кто-то уже его осмотрел и выступал в роли такого нулевого, наверное, пациента, нулевого пользователя. Пытался с ним работать, пытался понять. И пытался, то, что мы только что проговорили, возможно, донести какую-то информацию о возможных негативных последствиях. Если одним словом, то отдать фидбэк бизнесу. Смотря что хочет бизнес, если бизнесу крайне важно качество кода, то есть если зависит сам бизнес от качества кода, то тестировщик нужен. Если бизнес хочет что-то быстро выпустить, запустить и дальше не волнует качество, ну, наверное, может, тестировщики не нужны бизнесу. Но тогда вопрос, что это за бизнес. Тестировщик нужен бизнесу для того, чтобы приложение проверил он, а не пользоваться. Повышать качество продукта, потому что не все можно положить на плечи пользователя. Вот, собственно, самого даже бизнеса, потому что он же тоже часто является пользователем своего продукта. Поэтому, чтобы как-то облегчить себе как раз работу, труд немножко разгрузиться, для этого и нужны бизнес-то тестировщики. Для того, чтобы бизнес не краснел перед своими клиентами, я считаю так. Чтобы не было таких случаев, когда приходит клиент и говорит, ой, у меня же тут кнопка не нажимается, я почему-то не могу добавить товар в корзину. Я считаю, именно на эти случаи нужны тестировщики. Они подстилают соломку, подстраховывают бизнес от вот таких неприятных ситуаций. Ну, и в том числе от потерь денег, естественно. Потому что, конечно, не всегда баг может заключаться в том, что не нажимается кнопка или не работает корзина. Иногда какие-то вещи могут ввести действительно к многомиллионным потерям. И именно для этого нужны тестировщики. Обеспечение качества продукта в широком смысле. Мне, конечно, тестировщик нужен. У меня был опыт работы самостоятельно. И как человек, который все-таки вырос из разработки и был вынужден какое-то время тестировать сам, это два разных способа мыслить. Прям кардинально разных. И когда я тестирую свой продукт сам, я просто это чувствую, как у меня перестраиваются шестеренки в голове. Если в одном случае мне при разработке нужно уходить прям внутрь, максимально концентрируясь вглубь, чаще всего, не всегда, но чаще всего, то в тестировании мне наоборот надо как-то держать вот эту вот картинку и продумывать то, что не продумано. Как бы это парадоксально, наверное, не звучало. Он помогает, наверное, разработчику лучше делать свой продукт. Конечно, тестировщики всем нужны. По одной лишь простой причине, что это человек, у которого в целом задача проверить качество. Ему не важно, кто это делает, для чего это делает. Ему важно, чтобы все работало так, как задумывали. Я бы назвал бы, наверное, его как вратарь. То есть что-то типа такого последнего рубежа. Некоторые вот как вот рассуждают, что продукт-ойнер им лишь бы внедрить, разработчики лишь бы написать. А тестировщик, он при правильном мышлении, он не должен заниматься тем, что искать постоянно баги и всех тыкать в них носом. Он должен заниматься качеством и думать в первую очередь о качестве, о том, чтобы заказчики и пользователи были довольны. Мне кажется, это самое главное доверенное лицо, которое должно быть в бизнесе. Потому что это тот человек, который расскажет, как на самом деле есть, и должен помогать бизнесу экономить деньги и их зарабатывать. Они нужны для того, чтобы не воротить, не наворотить дров, скажем так, не наделать дров при разработке нашего продукта. Как страховка, по сути говоря. Для того, чтобы зарабатывать деньги.